Экстремальный исторический забег «Зарайс Бизон Рейс» не по-детски прошел 4 сентября в Зарайске. Гонка собрала 225 участников от 6 до 14 лет. Участниками забега стали не только спортсмены, но и любители. Мы рады всех видеть. Хочу всем пожелать дойти до финиша, дойти без травм. А те, кто сопровождает, кто не участвует, получить просто много эмоций, много радости. Всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. Готовы добавлять ручки? Готовы? Кемнете мне? Да, отлично. И не забываем ходить. Мы греемся, греемся. Сейчас добавим. Вверх, вниз, вверх. Две ручки. Идея проведения мероприятия родилась у команды «Зарайск Бизон Рейс», которая уже 4 года подряд устраивает у Зарайского Кремля массовый исторический забег для взрослых. С учетом того, что основной забег с каждым годом прибавляет участников, становится масштабнее, было решено провести отдельный забег для участников помладше. Юных любителей спорта ожидало 12 препятствий. Соревновались в трех возрастных категориях – от 6 до 8 лет, от 9 до 11 и от 12 до 14 лет. Отдельные условия для участников с ограничениями по здоровью. Детский забег прошел при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области. Партнером и соорганизатором гонки стало Московское областное отделение общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Перед стартом соревнований в адрес участников прозвучали слова на путстве от депутата Государственной думы, лидера подмосковных молодогвардейцев Александра Толмачева. Также в этом году к организации детской гонки присоединился благотворительный фонд имени Олега Журавского «Созвездие добра», помогающий детям в сложной жизненной ситуации развивать спортивные и интеллектуальные способности. Руководство организации предоставило информационную поддержку, а также подготовило подарки для победителей и призеров, спортивный инвентарь, сумки и портфели, спортивное питание. Участниками забега стали и детки из Коломенского центра «Вдохновение», о которых заботится фонд «Созвездие добра». Помимо соревновательной программы на территории стартового городка работали интерактивные зоны, в том числе аквагрейм, ручная роспись, пряников, детские квесты и батуты. Также участники получили бесплатные билеты на посещение смотровой площадки водонапорной башни и историка художественного музея Зарайского Кремля. Призеры получили подарки, а каждый из бегунов – бронзированную медаль. Победителями гонки стали Матвей Федорченко, Даниэла Кожакова и Илья Парилов.